На кадрах хроники выступление Святослава Рихтера, которого еще при жизни назвали величайшим пианистом мира. Однажды, когда маэстро был в Бресте, волею случая с ним познакомилась педагог Брестского музыкального колледжа Лилия Батырева. С этого момента дружба, основанная на любви к искусству и восхищении талантом гения, затянулась на многие годы. И на свет родился конкурс, который объединил самых талантливых пианистов стран ближнего и дальнего зарубежья. Я счастлива, что мэр города очень хорошо проникся. Я ему много подробного рассказывала. Он сам читал его высказывания о Бресте. И поэтому проникся тем, что он не отказал и согласился со мной проводить конкурс. Даже Александр Степанович предлагал каждый год. Я сказала, нет. Конкурс – это немножечко трудное дело. Это не просто концерты. Это надо, чтобы выросли артисты. Это надо, чтобы выросло поколение, чтобы подготовилось, готовить программы. И достаточно будет. Большие конкурсы имени Чайковского делает раз в 4 года, в 3 года. А мы сделали в 2 года. Ярко и насыщенно проходило открытие 4-го по счету Международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера. Участников и гостей мероприятия порадовали своими выступлениями учащиеся Брестского музыкального колледжа имени Ширмы, а также специально приглашенные исполнители. Я очень полюбил этот конкурс с первого же его появления. Конкурс чудесный. И хочется, чтобы он креп и становился все более и более известным. Я считаю, что это очень весомое, яркое событие не только Бреста, но и всей Белоруссии, потому что конкурс посвящен имени гениального русского пианиста Святослава Теофиловича Рихтера. Даже в России у нас был конкурс, связанный с его именем, но он был всего лишь два раза и дальше не получил свое развитие. Очень жаль. И поэтому ваш конкурс, он, по-моему, единственный в мире, носит имя такого гениального пианиста. На протяжении недели в областном центре будут проходить отборочные этапы. В заявленной программе непосредственно прослушивание, а также мастер-классы и концерты участников. Интерес к мероприятию действительно высок. А потому главная интрига, кто же будет признан лучшим пианистом очередного фестиваля, будет раскрыта только в субботу. Форум искусства завершится финальным галоконцертом.